Варикозная болезнь Варикозная болезнь Варикозная болезнь Варикозная болезнь Какие первые звоночки могут... Первые звоночки, ну, опять же, это вот тяжесть в ногах, усталость, отёки в ногах, конечно же, могут появиться, и внешние проявления. А вот звёздочки, вены выпуклые, это признак варикозной болезни? Или это просто косметологический такой дефект? Нет, это всё-таки проявления. Иногда бывают просто звёздочки, но если мы начинаем досконально обследовать пациента, то мы находим очень много неприятного. Поэтому если это появилось, конечно, нужно... Это скорее генетика или это приобретённая ввиду сложной работы, например? Болезнь цивилизации, говорят. Не обязательно, почему. Смотри, шик-парикмахер, шик-повар, он каждый день на ногах. Абсолютно верно, так и есть. То есть образ жизни и, конечно же, генетика, наследственность большое значение имеют. То есть если у кого-то из родителей был варикоз, скорее всего, тебе нужно быть очень аккуратным, у тебя он может быть. Вот смотрите, я почувствовала тяжесть в ногах, какую-то отёчность. Вот первым делом, что мне нужно делать? К какому специалисту идти и на какие исследования саму себя направить? Конечно же, если это появилось, если это нарастает, то есть такой замечательный специалист, это врач-флеболог, к которому вы можете прийти. Он проведёт вам дуплексное сканирование вен нижней конечности и скажет, есть ли у вас проблемы, либо её нет, либо вы здоровы. Как профилактировать возможные заболевания тем, если мы говорим о генетической истории, что вроде как бы ноги в полном порядке, симптомов нет, но ты знаешь, что у кого-то из твоих родственников были проблемы? Для этого существуют, опять же, профилактические меры, такие как компрессионный трикотаж, именно профилактический, подвижный образ жизни, процедуры направлены для улучшения дренажной функции, это так называемые миостимуляции, прессотерапии. Это хорошо именно для профилактики, ну и для лечения тоже. А вот скажите, как вы относитесь к такому народному методу? Если, допустим, ты долго стоял на ногах или ходил, то обязательно приди домой и постарайся ноги поднять выше корпуса. Это возможно. Но это не решит, да, проблему? Нет, это не решит, это только немножко облегчит, но бывает, что иногда пациенты говорят, что даже после этого всё равно ничего не проходит. Главное, Ксения, делать это лёжа. Да, и здесь... По-другому не получится, насколько я не понимаю. Ещё очень важно, где-то градусов 45 над уровнем сердца, то есть не надо очень высоко их поднимать. Чем опасен варикоз? К чему он может привести? Мы знаем, как люди не любят ходить в принципе по врачам, думают, само пройдёт, а это я долго стоял, а это я много сидел, ничего, сейчас лягу, и всё... Контрастный душ, и всё само пройдёт. Но, к сожалению, так нельзя. Вот если у нас заболел зуб, то мы идём к стоматологу и лечим его. Ну, согласитесь, мы идём тогда, когда он уже болит, так? Да, но вот к флебологу также обращаются, когда уже совсем плохо, когда образуются тромбы, когда появляются трофические изменения, болезненность, язвы, ну, это тоже очень плохо. Поэтому лучшее лечение это на ранних стадиях всё-таки заболевания. Прежде чем мы перейдём к лечению, Наталья Николаевна, скажите, пожалуйста, а вот высокие каблуки, сиденье нога на ноги вообще тоже приводят к варикозу, или они могут просто усугубить проблему? Это может усугубить, к сожалению, потому что, когда высокий каблук меняется, идёт нагрузка на свод стопы, и, конечно, это изменяется и сами суставы, и позвоночник, и в том числе сосудистая система. То есть на каждый день это не рекомендуется. Запретить нельзя, но желательно каблук, ну, 3-4, максимум 5 сантиметров. Ну, такой ортопедический, скажем так, ортопедическая должна быть и стелька лучше всего, и каблук такой, который не шпилька, более устойчивый. Но вот это мы сказали про женщины. Мужчины тоже страдают от варикоза, конечно, в меньшей степени, чем женщины. Очень популярно сейчас люди ходят в качалку, качаются, и тоже там не всегда соблюдают нагрузки. Вот от переизбытка может быть варикоз? Конечно. Нагрузки, то есть, смотрите, мы, вся тяжесть у нас идет на ноги. Если мы еще поднимаем что-то очень тяжелое, нагрузка, опять же, идет на ноги, а сосуды у нас от природы, они очень слабенькие, и любые нагрузки, они, конечно, могут не выдерживать. Разрушается клапанный аппарат, и также может возникать варикозная болезнь. Поэтому у многих спортсменов прям вены выступают, да? Ну, это бывает физиологическое тоже расширение, не обязательно, что это заболевание, но, тем не менее, нагрузки очень сильно влияют, конечно. В 21 веке многие из нас ищут совета, если не доктор, то где? В интернете. Начитаются чего-то, занимаются самолечением, думают, что самостоятельно все можно делать. С какими мифами вы чаще всего сталкиваетесь при общении с вашими пациентами? Наталья, мы все знаем, мы прочитали, вот сейчас вот так сделаем, и будет нам счастье. Ну, мифы, конечно, говорят, что мази помогают, что помазали, и вены исчезнут, как говорится, в рекламе. К сожалению, нет, что таблеточки тоже попринимают, пиявочки, да, что категорически нельзя делать при варикозной болезни. Категорически, да? Категорически. Это рекомендует в интернете. Нет, это категорически нельзя, это может привести, опять же, к воспалительным процессам в венах. Поэтому ни в коем случае это делать нельзя. А все-таки тогда как нужно лечить варикоз? Вот что, какой протокол у доктора? Во-первых, нужно прийти на консультацию, провести дуплексное сканирование вены или артерии, поставить диагноз. Если есть варикозная болезнь, то начинать лечить с помощью современных методов. Медицина на месте не стоит. Она прогрессирует, можно сказать, с большими темпами. Поэтому сейчас можно прийти, заодно посещение, решить проблему и уйти. Причем это в любом возрасте. Это может быть молодой возраст, это может возраст 92 года. Вот у меня был пациент последний, которому мы прооперировали, и он пошел домой совершенно спокойно своими ногами. Потому что местная анестезия, правильно? Конечно. Это делается все под местной анестезией. А есть методики, которые даже не нужны местной, не нужна местная анестезия. Ксения, я думаю, что это было бы научное открытие, если бы человек после общей анестезии во время встал и ушел домой. Я в том плане, что всегда люди пожилые как раз-таки в зоне риска, поэтому многие не решаются, мучаются из-за этой проблемы. А на операцию не идут, потому что думают, что делают общий наркоз. Да, боятся наркоза, но сейчас методы настолько современные, что это решаемо абсолютно для любого возраста. То есть это такие... 635-85-72, давай напомним нашим телезрителям, что они могут присоединиться к нашему диалогу, задав свой вопрос на нашу почту. Пришел интересный вопрос. Здравствуйте, Наталья. Скажите, если устранить варикозные вены, куда же потечет кровь? Спасибо за вопрос. Это очень часто. Это очень часто. Боятся люди. Задаю такой вопрос. Но на самом деле, опять же, венозная система у нас очень богатая. Если начинается анатомия, то у нас есть глубокая система, это основная, а поверхностная, это добавочная, вспомогательная. Ее очень-очень много. Она исчисляется километрами, поэтому мы ее можем хоть каждый год удалять, мы от нее никогда не избавимся. Она очень быстро восполняет любую потерю вены, и, соответственно, венозная система, вот с чем единственное, человеку повезло, ее очень много. Поэтому, если мы вену удаляем, мы, наоборот, разгружаем нагрузку на глубокую систему, и организму становится легче работать. Если речь заходит про операцию, восстановление быстрее проходит летом, зимой? Есть ли какие-то периоды времена года, в которые лучше всего делать хирургические и прочие вмешательства в венозную систему? Ну, так как сейчас методы современные, это не влияет. Не влияет. Можно делать в любое время года. Хорошо, а период реабилитации все-таки? Ну, ведь раньше люди должны были долго носить компрессионное белье, там, сколько-то даже дней не могли ходить. Ну, я-то, правда, имею в виду лет 20 назад. Сейчас как дело обстоит? Сейчас такого нет. Есть методики, когда, да, применяется компрессионный трикотаж, но не так долго он носится. А есть методики, которые вообще не требуют даже наносить компрессионный трикотаж. А правда говорят, что один раз ты, если удалишь вену, да, она действительно исчезнет, нагрузку возьмет другая, но через какое-то время и с ней начнется то же самое. То есть навсегда ты от этой варикозной болезни не избавишься? К сожалению, это верно. Это хроническое заболевание, как любое другое заболевание, оно может прогрессировать. Но если за этим следить, то не обязательно, что это может появиться. А вот еще такой вопрос. Наталья Николаевна, а всегда ли только операция? Может быть, какие-то таблетки? Сейчас же тоже вот и фармакология шагнула вперед. Может, какие-то таблетки можно пить, гимнастику делать, я не знаю, вот еще что-то. Ну, чтобы не делать операцию. И как-то варикозная болезнь чуть-чуть отступит. Ну, здесь, к сожалению, такого нет. Нет, не получится. Потому что вена, это вот как резиночка, которая растянулась в обратное состояние. Какие бы лекарства, какие бы мази мы ни применяли, она не вернется никогда уже. Наши телезрители продолжают прислать вопросы на пользу собакатупоспб.тв. Здравствуйте, Наталья. Скажите, вздулась вена на ноге после родов? Что делать? Бежать ли к флебологу? Обязательно. Конечно, надо приходить и смотреть. Потому что если вена вздулась, всегда есть риск тромбообразования. Кровь сгущается в этой вене, и это может спровоцировать. Тем более после беременности изменяется гормональный фон. Поэтому, конечно, надо обязательно прийти и посмотреть. А нет такого вот предубеждения, допустим, раньше это было с лазерной хирургией глаза, что женщине начали лучше родить, а потом уже прийти на операцию, нежели чем не рожавшую женщину, допустим, взять на операцию. Просто понятно, что после рода все опять обострится. Вот как вы считаете? Нет, неправильное суждение. Наоборот, надо лечить вены обязательно до беременности, потому что во время беременности могут быть осложнения. Опять же, тромбообразование. Если это какие-то сеточки, то тогда да. Это не страшно. Если это уже выбухающие вены, гроздья, то, конечно, надо до беременности их полечить и спокойно идти рожать. 635-8572, телефон прямого эфира проекта «Полезная консультация». Мы рады приветствовать очередного дозвонившегося телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, Василий. Василий, очень приятно. Скажите два вопросика. Первый. После ходьбы 6-8 километров резкий прилив тепла на верхней части бедра. И потом идет покалывание и резкая боль. Но это, наверное, мало двигается. И как это можно исправить? Есть сеточки. Сеточки – это второй вопрос, да? На этой части ноги. Так. Вопрос про сеточки. Ну, вопрос, скажите, это лечится по полису ОМС? Интересный вопрос. Спасибо большое. Но вот с одной стороны ходьба 6-8 километров вроде бы не маленькая дистанция. Ну, это хорошо. Для вен вроде бы хорошо, для сосудов хорошо. Ну, здесь, может быть, у пациента, возможно, проблема с позвоночником. И такое возникает при нагрузках. Поэтому, как вам говорят, покалывание. Может быть, обследовать еще и поясничный крестцовый отдел позвоночника. Неврологу. Это такое может быть. Да, неврологу показаться. Что касается сеточек, опять же, надо смотреть глубже. Может быть, сеточки на поверхности, а в глубине какие-то тоже есть вены измененные. Что касается их по ОМСу, но, к сожалению, если именно только сеточки, то по ОМСу это не удаляет. Не относится. Да, к сожалению, нет. Есть еще один. Телефонный звонок 635-85-72. Здравствуйте. Как вас зовут? Доброе утро. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, слушаем вас внимательно. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Елена. У меня такой вопрос. Компрессионный трикотаж флеболог назначил. Так. А при этом потом обнаружилось, что есть ишемическое заболевание сердца. Вообще, противопоказания есть для компрессионного трикотажа для ношения? В частности, для чулок. Лена, спасибо вам большое за звонок. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Достаточно тоже часто спрашивают. Если есть ишемическая болезнь сердца, но она компенсирована, наблюдаетесь там кардиологом, то компрессионный трикотаж можно носить. Он не противопоказан. Если есть декомпенсация, кровообращение, то есть тяжелая форма ишемической болезни сердца, то тогда это может быть противопоказанием. Скажите, а можно ли вылечить варикозный мастерит? Мы уже обсудили. Можно ли сделать антицеллюлитный массаж при варикозе? Какой вопрос? Антицеллюлитный массаж можно сделать при условии, если, опять же, нет очень больших вен расширенных варикозных, если нет большое количество скопления сеточек на ногах, потому что если мы будем делать на фоне сеточек, то, соответственно, их может увеличиться больше, потому что когда мы делаем массаж грубый достаточно, антицеллюлитный, то они могут появляться, их еще больше и больше становится. Поэтому здесь очень аккуратно. А вот смотрите, после операции, допустим, вены убрали больные, сеточки убрали, ну, целлюлит остался, можно ходить? Или все-таки это все равно риск для твоих? Нет, это можно, то есть здесь получается, что мы уже здоровые, мы вылечили. Можно, но, опять же, аккуратно и смотреть, если после массажа данного что-то появилось, то, значит, лучше от этого... Я почему спросила, что не ускорит ли это опять поход к флебологу после такого массажа? Ну, нет, я не думаю, не думаю. 635-85-72, у нас масса телефонных звонков, мы точно успеем принять один из них. Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь. Алло. А я уже представлялась. Представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Рулякова Людмила Сергеевна. Задавайте вопрос, Людмила Сергеевна. Да. Добрый день. Здравствуйте. Вот, Людмила Сергеевна. Да, 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 мы услышали. Задавайте свой вопрос. У меня были... Была операция по удалению вен. У меня варикоз. Потом побочно появился тромбоз глубоких вен, и образовался лимфостраз. Так. И вот как мне нужно... Он появляется, а потом опять исчезает. Ну, именно вот низней конечной. Ближе к стопе. Так. И вот как мне... Как лечится этот лимфостраз? Как это лечится? Или как мне его... Ну, профилактика. Спасибо. Вопрос понятен. Спасибо большое за вопрос. Лимфостраз. Это тоже сосудистое заболевание. Часто оно сопровождается при варикозной болезни, в том числе. После тромбозов развивается. Ну, здесь, конечно же, нужно вам показаться врачу, пройти, опять же, обследование. Если оно есть, принести заключение. И, конечно, это лечится, но уже консервативно. То есть есть процедуры, которые направлены для снятия отёка и поддерживать в хорошем... Спасибо вам большое. Друзья, вот ещё раз, как бы, подводя итог нашей сегодняшней программы по варикозной болезни вен. Вен. Сама болезнь не пройдёт. Лечить её дома нельзя. Нужно обратиться к специалисту-флебологу. И чем раньше вы сделаете, тем лучше. К сожалению, какие-то обратные явления могут появляться со временем, потому что уже варикозная болезнь существует. Но это не страшно, потому что медицина шагнула вперёд. И уже не нужно по две, по три недели лежать в компрессионном белье. Всё проходит достаточно быстро. Мы благодарим Наталью Николаевну Архипову за участие в проекте полезной консультации, за интервью в прямом эфире. Запись программы доступна на сайте телеканала topspb.tv в разделе полезная консультация. Пересмотрите, возможно, на ваш вопрос, который вы не успели по каким-либо причинам задать. Мы уже ответили и дали подробный ответ. Мы на этом прощаемся и желаем отличного дня. Всем нашим телезрителям берегите себя и соблюдайте масочный режим. Хорошего всем дня. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok